Здравствуйте! На всякий случай напомню, что меня зовут Яков Феногенов, и я технический специалист Евроавтор. Самое сложное, пожалуй, в моей работе, это визуализировать для клиента ту или иную неисправность, объяснить, иногда доказать, что нужно произвести ремонт. Так вот, сегодня у меня есть уникальная возможность, я могу показать вам, как выходят из строя амортизаторы, которые являются важнейшей частью подвески любого автомобиля. Очень хорошее, емкое определение я услышал на своем первом техническом тренинге, который посетил в далеком уже 2003 году. Вел его настоящий немец, инженер завода САКС Вольф Питер Морритс. Он сказал просто, амортизатор это гидравлический тормоз пружины. Мы с вами привыкли думать, что пружина отвечает только за положение кузова относительно земли. Но на самом деле именно этот упругий элемент принимает в себя энергию при проезде неровностей и сразу же стремится ее отдать. Если в этом стремлении не ограничить, машина будет прыгать по дороге как мячик достаточно длительное время. Именно поэтому в подвеску автомобиля внедрен такой элемент, как амортизатор. Он сопротивляется сжатию, он сопротивляется отбою, тем самым поглощая и в себя энергию. Принцип работы очень прост. Проходя через жидкость, поршень оказывает сопротивление. Внутри этого поршня находится клапан, а иногда и несколько, а иногда несколько клапанов в амортизаторе, и они разнесены в разные места. Неисправность амортизатора заключается в том, что клапанный механизм работает неправильно, некорректно или вообще не работает. А также жидкость теряет свои свойства, потому что это не просто масло, в нем есть различные присадки, препятствующие вспениванию, загустеванию и так далее. И со временем сопротивление сжатию и отбою меняется. Я могу вам назвать несколько косвенных признаков неисправности амортизаторов. Например, если вы видите на корпусе подтеки масла, скорее всего, он уже неисправен. А вот парение в верхней части это нормально, допустимо. Также не должно быть никаких механических повреждений хромированной части штока, он должен быть идеально зеркальным. Косвенным признаком неисправности амортизаторов является разбитый отбойник. Он сплющивается не просто так, а когда амортизатор работает неправильно. Еще один метод диагностики, который многие практикуют, заключается в раскачивании корпуса автомобиля. Как вот вы считаете, это нормально или нет? Машина делает несколько колебательных движений после того, как я качал за крыло. А вы знаете, это нормально. Во-первых, потому что я точно знаю, здесь стоят новые амортизаторы, они не прошли еще и 10 тысяч, и с самого начала были такие мягкие. А во-вторых, работа амортизатора начинается при определенной скорости движения штока внутри, если не ошибаюсь, 15 метров в секунду. Руками мы такую развить не можем. Если же при ремонте подвески вы сняли амортизатор и хотите оценить его состояние, у вас тоже не очень много способов. Единственное, что вы можете оценить, это наличие или отсутствие люфта штока относительно корпуса, его практически не должно быть, и равномерность опускания штока вниз и вверх. А вот оценивать сопротивление руками не стоит. Сопротивление, с которым шток утапливается в корпус и потом выдвигается, можно измерить в цифрах. Их нужно измерять в цифрах. Килограмм, не тон и кто на что учился. Как это сделать? Специальные вибростенды, на которых загоняется машина и трясется, не могут вычленить характеристики состояния амортизаторов из общей картины. Они могут показать максимум разницу между левой и правой стороной, передней и задней осью. Я даже проводил эксперименты. Загонял трехлетнюю машину, ее потрясли и сказали, работоспособность амортизаторов всего лишь 47%. Надо менять. Были заказаны новые оригинальные амортизаторы, установлены. Следующий замер. 53% работоспособности. Некорректно. К тому же амортизаторы бывают разные. Масляные, газомасляные, спортивные, тюнговые и так далее. Стенды об этом не знают. Что делать? Существуют специальные стенды, в которых закрепляется именно демонтированный с автомобиля амортизатор и с разной скоростью двигается шток внутри и снимаются параметры. Где взять такой стенд? В том же самом далеком 2003 году тот же самый Вольф Питер жаловался, что до момента объединения брендов Сакс и Баже, простите за мой французский, подобный стенд был только на заводе Баже. Сейчас, конечно, они есть у всех производителей амортизаторов и не только. Это стало достаточно доступное оборудование, но из-за высокой стоимости и низкой загрузности позволить его могут себе далеко не каждый. В автосервисах я такое не встречал. Нам повезло, наши партнеры, фирма Гидравлика, с которой Евроавто сотрудничает по разным позициям, таким стендом обладают. И они с удовольствием взялись провести сравнительный тест. В качестве подопытных свинок будут выступать бушные амортизаторы, снятые мной лично с автомобиля Volkswagen Caddy при пробеге 150 тысяч километров. Кстати, вы были тому свидетелем. Вот здесь ссылочка. В качестве талона будут выступать специально приобретенные новые оригинальные амортизаторы с этим же самым номером, что и стояли на Caddy. С этими двумя комплектами я поеду к нашим партнерам фирмы Гидравлика и воспользуюсь услугами их волшебного стенда. Сначала мы снимем параметры нового оригинального амортизатора и это будет эталон. Затем мы установим в этот же стенд бушный амортизатор и посмотрим, будет ли разница в характеристиках. Если будет и будет существенная, я попрошу коллег, чтобы они при мне восстановили старый амортизатор и мы смогли снять и его параметры. Таким образом, мы ответим на два вопроса. В первую очередь, есть ли износ амортизаторов? И второе, можно ли их чинить и чтобы они были при этом не хуже, чем новые? У меня ответы на этот вопрос есть, но вам наверняка интересно убедиться своими глазами. Итак, поехали в гидравлику. Всех приветствую. Мы техцентр гидравлика. Существуем на рынке уже более 20 лет. Изначально занимались восстановлением только рулевых агрегатов, по которым в частности и сотрудничаем с Евроавто в Санкт-Петербурге. Но на самом деле наши возможности куда шире. Мы со временем с 2010 года начали заниматься восстановлением амортизаторов, пневмобаллонов, гидроамортизаторов и всеми возможными агрегатами, связанными с рулевым управлением. В 2010 году не составляло особой сложности покупка нового оригинального либо аналога амортизатора на большинство автомобилей. Но даже в то время уже начали ломаться амортизаторы сложных типов, такие как с регулировкой жесткости или с регулировкой высоты. Именно владельцы этих автомобилей стали нашими первыми клиентами. Однако ремонтировать такие амортизаторы подручными средствами невозможно. И первое, что мы сделали, это купили оборудование у итальянцев, которое нас первое время устраивало, но не оправдало наших ожиданий. И мы решили создать свой стенд. Вот этот стенд, первая генерация, он нас долгое время устраивал, но он оказался не универсальным, клиентская база росла, виды амортизаторов увеличивались. Поэтому мы создали вторую генерацию, которая подходит подо все наши амортизаторы и удовлетворяет все наши запросы. Как вы понимаете, ремонт амортизатора невозможен без того, чтобы снять с него параметры. То есть нам надо знать, какие параметры у нового амортизатора. Вот, пожалуйста, новый амортизатор сейчас Вячеслав устанавливает в наш стенд, который был создан, придуман, изготовлен в гидравлике. С помощью этого стенда мы снимем параметры. О параметрах сейчас расскажет более подробно Вячеслав, когда начнет работу этот стенд. То есть он работает с разной скоростью. Качать машину вот так вот, как раньше мы качали капот, бесполезно, потому что, чтобы проверить амортизатор, его надо качать с разной скоростью. Вы же не будете там машину трясти. И вот специально для этого был придуман этот стенд. Пожалуйста, запускается. Вячеслав расскажет, что за стенд и что за параметры. Аниверсальный стенд для проверки амортизаторов. Соответственно, имеем здесь, у нас имеется определенный там, чтобы установить амортизатор. Часто вот, бывают, нужны какие-то насадки, приспособления. То есть у нас есть практически на весь, на всю линейку амортизаторов у нас есть эти приспособления, чтобы его установить жестко. Потому что, вы видите, здесь закрепиться нет. То есть сейчас он, амортизатор установлен, и мы можем приступить, собственно, к его испытанию. Это новый амортизатор, который нам был выдан для теста. Сейчас мы снимем его параметры, а потом уже будем смотреть, что будем делать дальше. То есть я запускаю автоматический режим данный момент и смотрим. Смотрим, слушаем, как он работает. Сейчас мы смотрим и, во-первых, на сам амортизатор и на то, что будет показывать, какой график нам будет рисовать стенд. В этом амортизаторе все работает все нормально, стуков нету. Теперь смотрим на график. График показывает линию скоростей и нагрузку в килограммах. Чем больше скорость, тем больше нагрузка в килограммах. Вот он сейчас отработал цикл. И теперь, значит, я сейчас распечатаю эту, распечатаю график. Так, распечатал. Это у нас эталонный амортизатор, предоставленный нам для проверки. Теперь у нас имеется амортизатор, который сняли с автомобиля, пробегом порядка 150 тысяч километров. Есть у меня пневмотиски удобные. Так, сверху тоже насадка. Наш шток лежит для крепления. Вот я держу его в руках и вижу, что шток уже проваливается. Это уже плохой знак. То есть, я здесь даже не поставил его, но я вижу, что уже шток довольно мягкий. Сейчас это мы должны увидеть все. Устанавливаем на стенд. Запускаем тестовый режим. Предварительно, да, я уже увидел, что подпора газа нету, соответственно, работать он будет уже по-другому. Первый график уже отличается от оригинала и очень сильно. Давайте дальше смотреть, что он. Может быть, он еще прокачается, может быть, нет. Но пока я больших изменений не вижу. То есть, он довольно слабо, то есть, 14 килограмм растяжения, 13 сжатия. Вот, ну, немножко больше, 17-15. То есть, здесь явно видно, что есть проблемы в нем. То есть, я вижу, что нагрузку он держит очень небольшую по сравнению с нашим эталоном. То есть, мы можем взять эталонный график. И вот мы видим картину, да, видите? Порядка в 4-5 раз он мягче. Владелец думает, что он исправен, но, соответственно, мы видим, что это не так. То есть, эталон и наш амортизатор. Все, амортизатор мы решили, что надо делать. Поэтому мы подходим к такому агрегату, называется он, Мангуста. На нем можно вскрыть амортизатор. Можно приварить. Можно нарезать резьбу. То есть, он такой аппарат, который именно предназначен для ремонта амортизаторов. Давайте установим наш Volkswagen Caddy. Продолжение следует... Все, верхнюю часть мы отрезали. Теперь я извлекаю амортизатор. Теперь разбираем амортизатор. Он у нас двухтрубный. Вот извлекаем. Здесь остался корпус с остатками уже грязного масла. Снимаем старый сальник. И теперь можем снять направляющую. Так, снимаем направляющую. Все это здесь раскладываем. Теперь будем извлекать шток. Вот эти детали все нужно, прежде чем дефектовать, надо все это помыть. Итак, амортизатор у нас полностью разобран. Дефектуем детали. Разобрали нижний клапан. Смотрим состояние пластин. Чистоту очень важно, потому что малейшее попадание инородного тела меняет характеристики амортизатора. С помощью вот этих пластин мы можем изменять жесткость амортизатора. Вплоть до того, что по желанию клиента мы можем сделать жестче или мягче амортизатор. Дальше мы дефектуем шток. Здесь видно, да, здесь есть, хорошо видно место, где работал сальник. Этот шток мы можем отдать на полировку. Здесь нету царапин глубоких. Если бы на штоке были глубокие царапины, соответственно, тогда мы бы изготовили новый шток. После того, как мы устраним здесь все неисправности, отполируем шток, пластины притрем, почистим пластины. Значит, посмотрим состояние трубы. Очень важно. Донный клапан. Состояние донного клапана тоже. Немаловажно. Состояние направляющей. Состояние направляющей. Значит, замер. Здесь имеется втулка. Замеряем втулку при необходимости. Если втулка не в параметрах, меняем на новую втулку скольжения внутри. Соответственно, сальник, который мы сняли с амортизатора, естественно, он уже не подлежит дальнейшей установке. Уже имеется новый сальник. Оригинальный Volkswagen. Внук. Внук. Просто замерhaем шаги мусики. разработка то есть мы уже приготовили надставку на амортизатор и уже и приготовили гайку то есть для чего это мы делаем для чего мы делаем для того чтобы амортизатор дальнейшем он будет разборный мы теперь возвращаемся к нашей мангусте и теперь мы можем теперь нам нужно заварить амортизатор после того как мы приготовим сборки выбираем режим сварка сейчас прижмем эту деталь чтобы она теперь опускаем сам сварочную насадку то есть мне нужно проварить шов теперь компьютер должен запомнить параметры заправили маслом масло авиационная гидравлическая чем его преимущество рабочие характеристики этого масла работает от минус 50 до плюс 50 градусов то есть ну сами понимаете зимой масло очень густеет проблема для амортизаторов жара тоже проблема мы собрали крышка у нас затянута которую мы изготовили из нашего комплекта теперь мы можем приступить заправки его газом используем насадку и будем заправлять его азотом надеваем его подставничек сейчас пойдет газ посмотрели давление давление у нас в норм все поехали заправлять его смотрели по приборам да я вижу все нормально снимаем все амортизатор готов можно по его проверять затор установлен запускаем проверка после ремонта вот видим график уже вырисовывается ближе к оригиналу намного чем был ты завершён амортизатор мы видим работает не стучит не течет теперь обращаемся графику смотрим что у нас получилось то есть мы можем приложить сюда эталон соответственно наш амортизатор но стал вообще стал не хуже он стал немного жестче да то есть он будет лучше держать дорогу это мы видим по верхним цифрам и на отбой он будет немножко чуть мягче то есть более комфортная езда будет но в том дорогу он будет держать лучше но мы считаем что это хорошо проделанная работа то есть мы видели из амортизатора у которого практически он не создает усилия мы после нашего ремонта мы получили практически эталонный образец итак на их руках два практически новых амортизатора всем случае если верить показаниям стенда то их параметры теперь нисколько не отличаются от эталонной на всякий случай давайте я вам их и напомню вот так вы параметры эталонного амортизатора нового оригинального так выглядит оригинальный амортизатор с пробегом 150 тысяч километров а такие параметры показывает этот же амортизатор после ребилда на самом деле это видео не про ребилд хотя как видите он имеет право на жизнь а про то что амортизаторы нужно менять не дожидаясь пока они потекут или застучат производители амортизаторов определяют их жизненный цикл в 100 тысяч километров что происходит потом потом заложенные параметры настолько меняется что амортизатор уже не в состоянии выполнять свою основную задачу не столько делать машину комфортной сколько управляемой и безопасность и надеюсь что мне вот эта визуализация все-таки удалось менять амортизатор или менять решать вам в любом случае спасибо что досмотрели до конца с вами был яков